Приветствую коллеги, дотипно-аналитики, с вами я Артур Идиатурин. Снова сегодня наше внимание приковано к золоту, пробило на отметку в 1800 долларов за троицкую унцию. Буквально на прошлой неделе мы разбирали с вами ситуацию по золоту, тогда я комментировал свою такую позицию позитивную по золоту, но в плане того, что она будет расти, так как сейчас монетарная политика ФРС и фискальные планы правительства США в координации вместе они вот дают такой позитивный эффект для золота, который сейчас реализуется, в том числе это выражается в падении реальной доходности в США и угрозе ускорения инфляции, которая постепенно проявляется, о чем мы сегодня будем говорить. Значит, как мы и предполагали, золото у нас пробило отметку в 1800 долларов за троицкую унцию, это у нас повторный получается тест, произошел вот здесь был первый, да, вот здесь произошел у нас второй тест, золото ушел у нас вверх. Произошел это после того, как один из архитекторов нынешнего монетарного курса ФРС, это глава Федерального резервного банка Атланты, это подразделение ФРС, значит, Рафаэль Бостик, глава этого подразделения, выступил вчера с менее оптимистичной оценкой восстановления экономики США, менее оптимистичной, чем позиция по данному вопросу главой ФРС Джереми Пауэлло. Значит, прямо посреди разгара сюрпризов от экономики США, сюрпризов в экономических данных за май, за июнь, которые мы наблюдаем, чиновник несколько охладил полуинвесторов, заявил вчера, он, что видит признаки того, что восстановление экономики, оно переходит в плату. И чтобы сохранить необходимую для чиновника такого ранга двусмысленность заявлений, он также добавил, что пока еще не разобрался, является ли это просто паузой, или отскок в активности, теряя действительно свои прежние краски. Но самым важным замечанием с точки зрения рынка, с точки зрения последствий для рынка, стало следующее его заявление. Учитывая данный сценарий, ну то, что восстановление может перейти в фазу плата, возможно, сейчас стоит начать обдумывать, как должен выглядеть следующий пакет стимулирующих мер. О чем это говорит? Ну, во-первых, стоит заметить, что вот для 2020 года, как показала практика, правительство, в том числе правительство США, они занимают не только много, но они занимают еще и быстро. Другими словами, правительство, как бы сейчас, наращивает очень много долга, наращивает это интенсивно, и вот такие действия, они рискуют дестабилизировать государственные рынки облигаций, в том плане, что резкий рост предложений в большом объеме, и то, что поступает это предложение быстро, может вызвать всплеск в процентных ставках на рынке. Это, естественно, требует, решение этой проблемы, точнее, возможность предотвратить это, требует координации именно монетарной политики и фискальной политики. То есть, центральный банк, он должен подключаться ко всему этому процессу, да, и должен что-то делать, чтобы держать рынок в, ну, держать стабильную ситуацию на рынке. Собственно, что ФРС и делает, значит, когда правительство у нас продает свои гособлигации, свои облигации, да, на рынке, ФРС подключается и, будем так говорить, пылесосит, собственно, эти облигации на рынке, что делать? Ну, то есть, покупает их, да, генерирует свои собственные обязательства, то есть, денежные знаки доллара и обменивает их, собственно, облигации. Таким образом, это ведет к тому, что баланс ФРС растет, да, увеличиваются их обязательства, увеличиваются их активы, то есть, вот, купленные гособлигации. Вот, когда ФРС выкупает вот эти бумаги, вот эти гособлигации у частных инвесторов, которым правительство продало эти облигации, это приводит к увеличению денежного предложения в экономике, так как у инвесторов, которые продали облигации, у них увеличиваются денежные остатки, правильно, а у ФРС, соответственно, увеличивается на балансе гособлигаций. А вот, к чему это ведет? Побочный эффект всей этой спецоперации такой, это подавление рыночных процентных ставок, ну, так как, ну, понятно, что, значит, процентные ставки на рынке гособлигаций, они остаются на низком уровне, да, потому что, вот, необходимо держать на низком уровне, чтобы правительство могло безопасно для себя, как для движника, занимать. Вот, также это ведет к тому, что устраняется рыночное ценообразование, так как вся торговля инвестирования переходит в то, что просто рыночные участники пытаются угадать, как же поступит сейчас ФРС, какое будет следующее движение, какие у него сейчас намерения и так далее. Торгуют ожидания по ФРС и так далее. Вот этот фактор, да, вот ФРС, он очень сильно усиливается, когда ФРС, собственно, заявляет, что он активно, да, будет на рынке участвовать. Вот, также, естественно, это стимулирует бегство инвесторов. Единственный класс доходных активов, которые обладают еще более-менее, да, с отношением риск-доходность, да, это вот акции. Соответственно, поэтому мы видим то, что любое заявление членовиков, в том числе ФРС, о том, что будет увеличение баланса, будет выкуп активов с рынка или со стороны правительства, да, мы получаем сигналы, что какая-то новая фискальная мера планируется серьезно. Это все ведет к тому, что усиливается бегство инвесторов вот в доходные активы, которые сейчас хранят какую-то доходность. И, также, вот из, как бы, некий такой важный макроэкономический факт, известный, как бы, факт из макроэкономической теории, это то, что в среднесрочной, долгосрочной перспективе такая есть эмпирическая закономерность, что инфляция, динамика инфляции у нас обусловливается ростом денежного предложения. Ну, то есть увеличивается, собственно, тот товар или тот актив, и, соответственно, увеличивается, понижается на него цена. Собственно, понижение цены на деньги, это означает инфляция. Вот, собственно, так это и происходит. Но это, как бы, такая эмпирическая закономерность, она вот установлена именно для среднесрочной, долгосрочной перспективы. Но это, как бы, сейчас так же важно, потому что именно в среднесрочной перспективе У нас сейчас ожидается, что позиция ФРС не изменится в плане того, как долго она будет держать монетарный курс, как долго она будет сохранять низкие ставки. Вот, собственно, мы сейчас от Рафаэля Бостика получаем вот такой сигнал, что, возможно, скоро начнутся все-таки обсуждения нового пакета стимулирующих мер со стороны правительств, ФРС придется подключаться, снова наращивать баланс. У нас постепенно возникают вот эти дискуссии, которые отдельные чиновники, Лицеров или Бостика, предлагают нашему вниманию. И, собственно, отдельные классы активов у нас сейчас реагируют на это, в том числе золото, что мы сейчас и наблюдаем. Если мы посмотрим на то, как с момента коронакризиса у нас изменялась цена на золото и как изменялись ожидания по инфляции, я привожу вот такой график, да, это вот у нас ожидания по инфляции, 10-летние в США, рыночные ожидания по инфляции, это у нас синяя кривая, и, значит, красная кривая, это у нас золото. Так вот, видно, что вот, начиная, получается, с марта, да, вот они движутся, очень тесная взаимосвязь между ними есть, растет и золото, растут и инфляционные ожидания, это именно то, о чем мы сейчас говорили, да, то, что когда растут инфляционные ожидания, да, растет, должен расти спрос, и как бы на защиту от инфляции, на защиту от того, что деньги теряют свою покупательскую способность, и эта защита как раз-таки выражается в том, что растет спрос на золото, этот актив, который имеет нулевую доходность, но это лучше, чем отрицательная реальная доходность, которая сейчас все больше, становится все больше и больше угрозы в США. ФРС говорит о том, что номинальные процентные ставки будут долго оставаться на низком уровне, как мы видим, инфляционные ожидания у нас растут, из этого следует, что реальная процентная ставка, это номинальная ставка минус инфляционные ожидания, она у нас снижается, она у нас переходит в отрицательную зону. Так вот, лучше получать, естественно, нулевую реальную доходность, вложившуюся в золото, чем получать отрицательную реальную доходность, вложившуюся в другие классы активов, да, вот, держать по доллару. Именно поэтому мы сейчас вот наблюдаем, что в динамике золота у нас преобладает вот такой рост, да, и с небольшими коррекционными движениями, да, как бы ожидания медвежьего рынка, из этого можно сделать следующее, что ожидания медвежьего рынка, они сейчас, как бы, отсутствуют в золоте, так как отсутствуют ожидания того, что сменится, сменит знак, как бы главный фактор для золота, это именно монетарный курс ФРС, политика ФРС, и, как бы, и обещание Центрального банка, да, вот, поддерживать вот эти фискальные инициативы правительства, работать в паре с правительством. Очевидно, что сейчас, как бы, склонность правительства к тому, чтобы занять еще чуть-чуть больше, ну, после вот этих огромных заимствий, после огромных вливаний, да, денег в экономику, которые подошли в этом году, занять еще чуть-чуть больше, чтобы все-таки окончательно смягчить приземление экономики, да, выход вот из-за коронакризиса. Склонность к этому очень велика, естественно, если мы говорим о вероятности именно вот такого сценария, что они, скорее всего, займут чуть больше, нежели чем вообще прекратят занимать, как бы, пытаются развернуться в плане своих фискальных инициатив. Естественно, вот если мы говорим о этих вероятностях, то вероятность того, что они все-таки еще постараются чуть-чуть занять, да, как бы уже, ну, после того, как они нанесли вот такой, ну, как бы проделывали столько шагов, как бы сделать еще один дополнительный шаг в этом направлении, склонность к этому велика, аппетит принять, вот, вот, идти, ну, принимать такие решения, он также очень высок, собственно, поэтому мы ожидаем, да, что правительство будет действовать именно таким способом, и ФРС вынужден к этому подключаться, вот, и поэтому в золоте сейчас очень все хорошо отражается. И в целом, позиция по золоту все равно остается обычной, смотря вот на такой рост, как раз-таки потому, что сохраняются очень стойкие ожидания, что продолжится заимствование США со стороны госсектора, продолжится это стимулирование, вот. И поэтому, да, вот такая вот у нас позиция по золоту. Общите свои комментарии по поводу того, что вы думаете, как себя будет вести этот желтый металл, что вы думаете про защиту, ну, защиту от инфляции, да, пишите ваши вопросы, комментарии задавайте, буду рад на них ответить. На сегодня у меня все, спасибо за ваше внимание, увидимся сами в пятницу.